Всем мяу, с вами Мобофилка и мы неожиданно вернулись в Скайрим! Наверное, соскучились по моей няшечке-кошечке? Я сама по ней соскучилась, все как-то вот было не до того, не до Скайрима, но наконец-то у нас выдалась свободная минутка, хотя нет, конечно же, минутку с Скайриме нельзя играть, если ты начинаешь в него играть, то это надолго. Ну, на чем же мы с вами остановились? Мы с вами посетили наше первое подземелье, хотя все это начиналось просто как экскурсия в храм, но потом попали в жуткое подземелье с различными мертвецами, разгадали тайну Золотого Когтя зато и еще выучили какое-то слово. Теперь осталось убить дракончика всего-то, и у нас будет зов. А сейчас нам нужно вернуть Золотую Коготь владельцу его, торговцу, не помню, честно говоря, как его уже зовут, но давайте пойдем в это, в этом направлении. Вот, честно говоря, я под конец плохо поступила, потому что я, видите, себе в руку вложила огонек и мечик, хотя, по моей задумке, в моем билде я не буду использовать этот тип атаки, поэтому нам нужно сменить сразу на что-то другое. На что нам сменить нужно? На лук. Ой, я даже уже забыла, каким я тут вот, по-моему, на этот лук мы сменим с вами, да. И использовать будем оживление зомби, вот нам нужно вот это качать, колдунство. Потом мы с вами купим книжку на призывное оружие. Ох, ух ты, смотрите-ка! Путники, друзья новые, сейчас познакомимся! Привет! Мы пришли преподать тебе урок. Мы пришли преподать урок? Какой? Ой, что это такое? О, ай-яй-яй! Отстаньте от меня, я не хочу! Что вы ко мне пристаете? Нифига себе! Как тут бить-то я... Кто не все на меня-то? Отстань! Где Финдал? Финдал, помогай! Я же никому не хотела, зла! Финдал, ты там что, дохла уже? Ну нифига себе, как ты умудрился сдохнуть? Финдалина! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Так, нам нужно полечиться срочно! О, заодно лечение покачаем. Оки-оки, лечимся. Лечимся. Лечись, лечись! Чего они не весят почти ничего? Отстань! А-а-а-яй-яй-яй! Так, на альте бежать нужно. Ой-яй-яй, сама себя же опять поранила. Финдал, где ты-то еще? Нет, он, по-моему, жив все-таки. Да, давайте, я не знаю, но... Придется опять пламя юзать, потому что, по-моему, лук в данной ситуации будет неэффективен. Где они? Где они? Где они? Где вы? Друзья, давай, Финдал. Постреляй в них. А-а-а, ну-ка. На! На! На-на, лови! Лови, лови! Ага. Оп! Один готов. Так, Финдал, давай, расстреливай их. Я буду отвлекать внимание. А мы в салочки играем. Тро-ля-ля, тро-ля-ля. Ой. Ой, ой, ой. Все, сдох. Все, мы всех убили с тобой, Финдальчик? Где еще один? Их было трое. Так, по-моему, убили всех. Ой. Да, это было неожиданно. Вот, вот всегда так. Ты к людям со всей душой. Они на тебя наставляют свои большие пушки. Что у него есть? Золото за то. Есть чем поживиться. Стрелы. Меч. Ну, за 165, не знаю, брать, не брать. Возьмем. Щит продадим тоже. Вот, перегружено. Ну, отдадим Финдалу, это не страшно. Что-нибудь еще есть у него приличное. Броню возьмем. И все. Финдал, держи. Я прямо за тобой. Сейчас мы тебе отдадим. Я хочу обменяться вещами. Что мне понести? Так, опять все по весу распределяем. Отдадим ему. Так, эродать. Что еще? Это тоже отдадим. Неси. Неси. Щит. Лук. Так, остальное меч это нам пока нужно. Вот это неси. И вот это тоже. Посох. Так, все это мы будем продавать. Сколько у него еще? У него еще есть место. Что еще отдать-то такое ему? Длинный лук. Давайте ему дадим лук какой-нибудь прикольный. Вот за... Вот этот. За 270. Так, а где у него вес? Я что-то не вижу. Вес, его вес. Это мой вес, оказывается. Да, это я не туда смотрю. Ну, отдадим ему тогда. Вот это тоже меч. Ну, вроде как облегчились. Ой, что это? Я нажала опять не то. Веди. Веду, веду. Сейчас давай обследуем еще одного головореза. Что у него договор какой-то. Почитаем. Железные сапоги, железные перчатки. Вообще, надо нам, наверное, покачать железную броню. Потому что в будущем я планирую охладить в тяжелой броне. Наверное. Не знаю еще пока точно. Вообще, я кузнечицу не буду качать. Сразу предупреждаю. Я планирую кое-как считерить. Но это... Я вам расскажу об этом чуть попозже. Это не какое-нибудь читерство через консоль или как еще обычно читерят. Нет, это все через игру, задуманное разработчиками. Мы только так читерим. Так, где еще один головорез? Финдал. Куда ты? Опять делал тело. Вот Финдал умеет прятать тела, скажу я вам. Этот скилл не прописан в его характеристиках на Википедии с Карима. Но он действительно прячет тела. Мы это можем убедиться в прошлых сериях. И вот сейчас. Действительно, посмотрите. Одно тело. Так, а вот еще, по-моему, вот этого мы не обследовали. Да, золото. Вот, это продадим. Возьмем и продадим. Хорошая штука. И давайте-ка сразу оденем. Что тут оденем? Броньку, броньку, броньку. Железные перчатки. Вот их оденем. И железные сапоги. Будем качать тяжелую броню. Нам пригодится это. Но в будущем. Так, а, мы хотели посмотреть, что за договор там был. Да. Вот это, по-моему, да? Вот оговоренная сумма. Какие-то непонятные числа. Вор и заслуживает хорошие острастки. Это я, что ли, вор? Надеюсь, это тебе по силам. Убивать не нужно. Но если сочтешь это необходимым, я ничего не имею против. Анис. Так, подождите-ка. Анис. Знакомое имечко. А-а-а! Анис! Это же та мерзкая старушенция! Вы посмотрите! Нет, ну, вы видели? Я у нее там буквально чуточку поворовала. Там... Да что у нее там своровала-то? Немножко травки, пару грамм марихуаны. И она прислала на мою голову свою крышу. Ну, кто не в курсе сленга братков, крыша это те, кто... Ее силовая мощь. Те, кто за нее мстят. И защищают от других злодеев или фараонов. Фараонами называют полицейских. Не обращайте внимания, я просто в последнее время подсела на сериал Менталист. Ну, очередной детективный сериал. Снимаем оружие, там волки. Покачаем на них лук. Где мой лук? Вот. Так, а как тут прицеливаться? А, прицеливаться мы просто удерживаем. Ай! О! Эпично, да-да. Финдал-то со вторым раз... Я-то думал, ты со... Ой, а это кто такой? Это кто такой? Откуда ты... Откуда ты взялся, чел? Кто это? Питомец Финдал? Эм, Финдал, ты не говори, что такое умеешь. Опа! Ха! Прикольная штука. О, я тоже хочу такого волчара вызывать. О, какой няшка! Классно! Ха-ха! Неожиданно. Интересный скилл. Как он называется? Так, хорошо, где еще один? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Мы хотим возродить, как это называется-то, оживление зомби, вот. Оживим волка. Ну, оживешь? И мы, животных, можем оживать, оживлять. Финдал, смотри, у меня тоже есть волк. Видишь, как я умею? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я тоже могу призывать волков. Где ты, мой няшка, пошли? Вот, он идет со мной. Вот, пойдемте-ка к этой мерзкой тетке. К мерзкой тетке. И отомстим ей, ты гадка, старушенца. Потому что такое нельзя оставлять безнаказанно. Она вот так вот... А, не вовремя. Э? Давай, волчара, нападай на нее. Ну вот, я ничего не успела сделать. Мой волчик тоже воет. Что? Получила по заслугам мерзкая старушенция? Что у нее тут есть такое? Ничего прикольного. Возьмем. Мало весит. Оу. Оу. Голая старуха. Фу-фу-фу. Ну, давайте все, что мы в прошлый раз не обчистили, обчистим в этот раз. Что? А, вот, кстати, мне говорили в комментариях, спасибо вам за это. За то, что вы мне постоянно подсказываете. Что тут есть подвал, в который мы не заходили в прошлый раз. Так. Оп. Да что такое-то, я же... Да. Так, хватит. Вот. Да, в прошлый раз я его не заметила, спасибо вам, что вы мне подсказали, что такое есть место тут. А, и давайте обследуем, что... Тут есть какое-то письмо, давайте почитаем. Может быть, что-нибудь интересно? Хельга, дорогая, не нужно сомнений. Ты же чувствуешь силу в своей крови. Достаточно только протянуть руку и ее принять. Брось своего мальчишку, приходи ко мне в лес. Скоро здесь будет и моя сестра. Вместе мы создадим настоящий ковен. Как подобает, и начнем твое обучение. Эта мирская старушенца, значит, писала письмо своей Хельге, да. И она хотела разрушить любовь этой милой девочке Хельге. Вот видите, какие мы молодцы, мы спасли Хельгу от разбитого сердца. Давайте черепки возьмем, потому что нам... Чего не берет старый череп? Он нам пригодится. Все для того же читерного места, в котором я собираюсь и тяжелую броню крафтить без навыков кузнеца. Но вы об этом узнаете чуточку попозже. Когда мы доберемся до гильдии магов, обязательно туда вступим. Так, я хочу не буфет, а вот эту бутылочку взять. Как мне ее бросьать? Можно встать, во. Можно встать. На что мы встали? На чан какой-то. Что такое? О, сумка аптекаря. Это всегда нужная штука. Заберем все, что есть. А саму сумочку нельзя взять? Мне нравится такой кошелечек милоудобный. Кстати, вот почему здесь нельзя брать всякие рюкзачки и кошелечки, чтобы расширять свой инвентарь? Или здесь есть какой-нибудь рюкзак? А я об этом не знаю. Тоже обязательно напишите в комментариях, если вы в курсе. Так, что мы тут, испорченная книга, она нам тоже пригодится в будущем. В будущем, пока набираем все, что есть. У нас есть финдал, он может таскать то, что не влезает к нам в инвентарь, что крайне удобно. Чернильницу возьмем тоже. Там разберемся. Перо. А вот еще один череп. Почему его нельзя взять? Нельзя, нельзя. Жалко, жалко. Ну что, мы тут все вроде как айпи чистили. А вот еще, знаете, что жалко, что тут вот нельзя, если ты освободил дом от бывшего хозяина, нельзя забрать его себе. Это было бы очень удобно. Представляете, у нас бы был такой домик. Он, конечно, маленький, но зато на отшибе и такой уютный. Мне бы он понравился. Я люблю такие маленькие уютные помещения. Хотя его подлатать не мешало бы. Как она здесь жила? Здесь же все, он продувает ветром. И у него вроде, смотрите-ка, и печки никакой нету, как она здесь грелась. Хотя, ведьма же. Она каким-нибудь себе наливочку какую-нибудь сделала. Украсть кролика. И вечерками наливкой баловалась и согревалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...